Побывать на поле битвы и почувствовать себя непосредственным участником танкового сражения, пускай и в рамках игры. Сегодня конаковские школьники воочию наблюдали, как разворачивалась наступательная операция «Багратион», а помогла им в этом живописная диорама, сделанная руками мастера. Моделист Андрей Уткин объясняет юным любителям военной техники, чем отличаются советские знаменитые Т-34 от немецких тигров. Мастер начал испытывать сягу к моделированию еще с детства, но серьезно стал заниматься сооружением диорама последние пять лет. Это его первая полномасштабная работа, аналогов которой найти в нашей стране непросто. После выставок в Краеведческом музее решил показать воспитанникам оздоровительных лагерей, что можно сделать своими руками, если проявить немного фантазии и терпения. Очень дороготующее удовольствие. Ну, интересно зато. Моторика рук развивает, мышление, нужно, знаете, радиоаппаратуру, паять, резать, лепить, красить. То есть многопрофильное занятие. Для детей было бы интересно заниматься этим. Почти всю технику мастер собрал сам. В арсенале моделиста боевые машины «Катюша», тяжелые и легкие советские немецкие танки, гаубицы и даже самолеты. Ребята из школьных оздоровительных лагерей высоко оценили работу моделиста. Ведь до этого подобные диорамы они могли наблюдать только на картинках. Тем более вся техника на радиоуправлении, и можно самому вести ход сражения. Очень хорошее впечатление. Все подробно рассказывают. Мне больше всего понравился танк «Т-34». Т-34. Быстрый, мощный. Там даже они могут стрелять. Работы по созданию основной площадки диорамы занимают 3-4 месяца. Потом начинается длительный процесс заполнения карты объектами окружающей среды и декорациями. В ход идут все подручные материалы – краска, песок, пенопласт, дерево, металл и вата. А вот на создание танков у мастера ушло аж два года. Работа очень кропотливая, поэтому самым главным качеством для успеха в моделировании остается усидчивость. Свои умения Андрей Геннадьевич передал ученикам, которые, овладев навыками, теперь сами занимаются этим увлекательным хобби.